Это счастливое фото со мной было сделано в 1999 году. Я был студентом последнего курса колледжа. Дело было сразу после урока танцев. Я был невероятно счастлив, и я отчетливо помню, где был полторы недели спустя. Я сидел на заднем сидении своего старого минивэна на парковке перед университетом, когда решил покончить жизнь самоубийством. Я очень быстро перешел от решения к тщательному планированию и очень близко подошел к краю пропасть. Так близко я никогда не подходил. Я убрал палец курка только благодаря нескольким счастливым совпадениям. Впоследствии больше всего меня пугал элемент случайности. Так что я стал методично пробовать разные способы управления взлетами и падениями своего настроения. И это оказалось хорошей инвестицией в свою жизнь. У большинства здоровых людей бывает от 6 до 10 серьезных случаев депрессии в течение жизни. У меня биполярная депрессия. Это у нас семейная. К тому моменту на моем счете было уже 50 случаев депрессии, и я многое узнал. Я много раз принимал вызов, многократно выходил на ринг против тьмы, делал выводы. И я подумал, что вместо того, чтобы делиться секретом успеха и минутами триумфа, я лучше расскажу о своем способе избежать самоуничтожения. И уж точно душевного оцепенения. Я обнаружил, что самой надежной страховкой в случае эмоционального спада служит то же средство, которому я обязан принятием лучших деловых решений. Хотя это второстепенно. Это средство стоицизм. Звучит скучно. Может, вам вспомнится спок, или в голову пришел такой образ. Коровы под дождем. Ей не грустно, не весело. Это безразличное существо, принимающее жизнь такой, как есть. Едва ли вы подумали о таком лидере, как, скажем, Билл Беличек. Главный тренер команды Нью-Йорк-Ингланд Патриотс, которому принадлежит рекорд по числу полученных суперкубков. Стоицизм в последние несколько лет широко распространился среди руководства НФЛ как метод «закалить дух». Вы не подумаете об отцах-основателях, Томасе Джефферсоне, Джонни Адамсоне и Джорджа Вашингтоне. А это всего трое из последователей стоицизма. Джордж Вашингтон даже распорядился, чтобы пьесу «Трагедию о стойке» она называлась «Катон». Показали войскам при Вэлли Фордж для поддержания боевого духа. Почему же люди действия уделяли такое внимание античной философии? Звучит очень академично. Я бы хотел, чтобы вы несколько иначе смотрели на стоицизм и видели его как систему, позволяющую справляться с кризисами и принимать лучшие решения. А все началось здесь. С этого. Назовем его так – «крыльца». Около 300 лет до н.э. в Афинах некто Зенон Китийский провел множество бесед, прохаживаясь по расписному крыльцу, именовавшемуся стоя. Позднее его учение стало именоваться «стоицизмом». В греко-римском мире для людей стоицизм был универсальной философией для самых разных дел. Для наших целей главным из них было обучение себя отличать то, что можешь контролировать от того, что не в твоей власти. А затем сосредотачиваться исключительно на первом. От этого снижается эмоциональная реактивность, что может быть суперспособностью. Напротив, если вы, скажем, квотербег и пропустили передачу, то вы злитесь на себя. Это может стоить вам победы. Если вы руководитель и срываетесь на очень ценном сотруднике из-за пустяка, вы можете потерять сотрудника. Если вы студент, у которого дела идут все хуже, беспомощный и потерявший надежду, то если это не изменить, это может стоить вам жизни. То есть ставки очень высоки. Есть много способов добиться желаемого. Я хочу рассказать об одном, который перевернул мою жизнь в 2004. Он нашел меня по двум причинам. Во-первых, мой близкий друг, мой ровесник, совсем молодым скоропостижно умер от рака поджелудочной железы. А затем меня бросила девушка, на которой я хотел жениться. Она решила все бросить и ушла, никак не объяснившись, но оставила мне эту прощальную напоминалку. Я не выдумываю, я ее сохранил. Рабочий день заканчивается в 5 часов. Она хотела, чтобы что-то на работе напоминало мне о здоровье, так как тогда я работал над своим первым серьезным делом. Я понятия не имел, что делаю. Работал по 14 часов и больше, без выходных. Я не мог работать без допинга. Чтобы ускориться и заснуть, принимал антидепрессанты. Это был кошмар. Я был в тупике. В попытке найти решение я купил книгу о простоте. И действительно, там я нашел цитату, изменившую мою жизнь. В своем воображении мы страдаем чаще, чем на самом деле. Ее автор, Синека-младший, был известным философом-стоиком. Я стал читать его письма, затем практиковаться в предвосхищении бед. Говоря проще, речь о подобной визуализации сценариев, осуществления которых вы боитесь, из-за которых боитесь действовать, чтобы преодолеть паралич и принять меры. Моя проблема была замысловатой, навязчивой, беспрестанной. То, как я думал о проблемах, мне не помогало. Мне нужно было записать свои мысли. Тогда я придумал себе письменную практику, которую назвал «Страхополагание». По аналогии с цельополаганием. Она состояла из трех страниц. Очень просто. Вот первая страница. Что если? Это может быть любой страх, любая причина для волнения, то, о чем не хочется думать. Например, свидание, расставание, просьба о повышении, уход с работы, создание компании. Что угодно. Для меня это было взять первые за четыре года отпуск, отойти на месяц от дел и поехать в Лондон, где я мог гостить у друга, чтобы дать своей компании развиваться, независимо от меня, или вовсе ее закрыть. В первом столбце определить. Вы записываете самые худшие из возможных последствий принятого шага. Нужно от 10 до 20. Не буду обсуждать все пункты, но приведу вам два примера. Вот первый. Я поеду в Лондон. Будет дождь. Настроение подавленное. Вся затея окажется пустой тратой времени. Вот второй. Я пропущу письмо из налоговой. Меня ждет аудит. Рейдерский захват или закрытие бизнеса. Затем переходим к колонке «Предотвратить». В этом столбце пишите ответ на вопрос, что я могу сделать, чтобы этого не произошло, или стало наименее вероятным. На случай лондонской депрессии можно взять с собой портативную ультрафиолетовую лампу и включать на 15 минут по утрам. Я знал, что так можно справиться с депрессией. Что касается налоговой, я мог бы изменить данные об адресе, чтобы бумаги поступали моему бухгалтеру, а не на мой почтовый индекс. Легче легкого. Затем переходим к «исправить». В случае неблагоприятного развития событий, что вы сможете сделать, чтобы исправить ситуацию? Кому можете обратиться за помощью? В первом случае можно было бы потратиться на поездку в Испанию, погреться, поправить вред, если вернусь из Лондона со всем разбитым. Если же пропущу письмо из налоговой, можно будет позвонить другу юристу или обратиться к профессору правоведу. Спросить совета, к кому обратиться, как раньше решались такие вопросы. То есть, работая над первой страницей, нужно спросить себя, был ли в истории кто-то менее умный или мотивированный, кто уже решил эту проблему? Скорее всего, ответ «да». Вторая страница проста. Каковы выгоды, попытки или частичного успеха? Видите, мы раздуваем страхи и расчетливо подходим к возможным выгодам. Если вы попробуете осуществить задуманное, поможет ли это повысить уверенность в себе, развить навыки, будет ли полезно эмоционально, финансово или иначе? Каковы плюсы, скажем, потери мяча в игре? Подумайте над этим минут 10-15. Третья страница. Возможно, это самое важное. Не пропускайте ее. Цена бездействия. Людям отлично удается размышлять о плохом. Если вы попробуете что-то новое, попросите прибавку. Часто мы не думаем об ужасной плате за поддержание статус-кво о цене бездействия. Спросите себя, если я не сделаю этот шаг или не приму это решение, а также похожие шаги и решения, какой будет моя жизнь через полгода, год, три года? Со временем это будет казаться все менее ощутимым. Нужно по-настоящему вникнуть в детали, снова с эмоциональной, финансовой, физической и иных точек зрения. Когда я так сделал, картина получилась пугающей. Я занимался самолечением. Мой бизнес мог рухнуть в любой момент, если бы я не отступил. Мои отношения с девушкой не были крепкими. И я осознал, что больше не мог бездействовать. Вот эти три страницы. Это и есть все страхополагание. После этого я понял, что по шкале от 1 до 10, где 1 это минимальное, а 10 максимальное влияние, в случае поездки я рисковал ненадолго и обратимо пострадать на 1-3 пункта, а моя жизнь могла бы улучшиться на 8-10, и эффект был бы долгосрочным. Поэтому я поехал. Ничего плохого не произошло. Конечно, были какие-то заминки. Я смог отвлечься от дел. В итоге я на полтора года продлил свое путешествие по миру, и оно легло в основу моей первой книги, и поэтому я сегодня здесь. Я могу увидеть связь между всеми своими самыми большими приобретениями и всеми предотвращенными несчастьями, и тем страхополаганием, которое провожу раз в три месяца. Это не панацея. Вы обнаружите, что некоторые ваши страхи весьма обоснованы. Но не нужно делать такой вывод, пока не изучите свой страх под микроскопом. Не все трудности и решения будут легкими, но станет легче. Я хотел бы завершить выступление рассказом об одном из моих любимых стойков. Это Джерзи Грегорек. Он четырехкратный чемпион Олимпийских игр в тяжелой атлетике, политический беженец, поэт. Ему 62 года, но он и сейчас даст фору мне, да и большинству присутствующих здесь. Поразительный человек. Я много времени провел с ним в стоечных беседах, спрашивал личных и спортивных советов. Он участвовал в польской солидарности, мирном социальном движении, которое было жестко подавлено правительством. Он не мог продолжать карьеру пожарного. Его учитель, священник, был похищен, подвергнут пыткам, убит и брошен в реку. Затем угрожали ему самому. Он с женой вынужденно бежал из Польши, переезжал из страны в страну, пока не осел в США, не имея ничего за душой. Они спали на полу. Сейчас он живет в Уудсайде, в Калифорнии, в очень уютном месте. И изо всех более чем 10 тысяч человек, которых я повстречал за жизнь, я бы отнес его к 10% наиболее успешных и счастливых людей. Сейчас будет произнесена главная мысль. Внимание. Пару дней назад я отправил ему сообщение и спросил, читал ли он когда-либо философов-стоиков. Его ответ занял две страницы. Очень на него не похоже. Он не из многословных. Он не только знаком со стоицизмом, но и подчеркнул, что в большинстве важных решений, переломных моментов, когда он отстаивал свои принципы и этику, он обращался к стоицизму и осмыслению страха. Меня это поразило. Он сделал два вывода. Первый. Он не мог представить жизни прекраснее, чем жизнь стойка. Вторым была его мантра, подходящая ко всему. И вы тоже можете взять ее на вооружение. Простые решения – трудная жизнь. Трудные решения – простая жизнь. Трудные решения – то, чего мы боимся сделать, спросить, сказать. Очень часто именно так нам и следует поступить. Самые большие сложности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, никогда не решить одними приятными разговорами, будь то с самим собой или другими. И я призываю вас спросить себя, в каком из аспектов вашей жизни определение страхов было важнее, чем определение целей. Держите в уме слова Сенеки. В своем воображении мы страдаем чаще, чем на самом деле. Большое спасибо. Аплодисменты. Спасибо.